Даны три действительных числа А, Б и С. Известно, что А плюс Б плюс С больше нуля. Запишем это. Далее, известно, что А, Б плюс Б, С плюс С, А тоже больше нуля. Так называемые элементарные симметрические функции. Да, и еще известно, что А, Б, С больше нуля. Ну, они все действительные, и нужно доказать, что каждый из чисел А, Б и С больше нуля. Хорошо. Рассмотрим вот это вот неравенство. Из него мы можем выявить две вещи. Либо то, что... Либо они все три положительные. Либо все три положительные, да, и тогда мы уже как-то и все хорошо. Либо двое из них отрицательные. Следовательно, пусть отрицательные из них будут Б и С. Предположим, такое. По сути, все симметрично, то можно считать, что Б меньше нуля, С меньше нуля. А у нас больше нуля. А больше нуля, чтобы не запутаться. Хорошо. Так, значит, если мы имеем уже такое дело, значит, мы можем переписать вот это выражение. О, это замечательная вещь. Это он по ходу дела Б заменил на минус Б. Замечательный способ введения обозначений. В общем, математике это делают редко. Программисты это делают очень часто, да. В программистах есть замечательная формула, там, пусть Х равняется минус Х. И ровно это сейчас Леша и сделал. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Не буду вредничать. Итак, значит, он переписал это, заменив Б на минус Б и С на минус С. Да. И запишет теперь это, что-то не запишите, иначе вы нас обсчитаете. Ну, ну, конечно, это не нужно так. И это становится так. И вот так. Да. И теперь уже А, Б и С положительные числа. Вот, теперь все хорошо. Так, из этого следует, что А больше, чем Б плюс С. А из этого мы можем показать, что Б, С больше, на этом мы взяли вот эти три штуки и перенесли в другую сторону. Больше, чем А умножить на Б плюс С. Вот у нас Б, вот сейчас С и вот это. А теперь смотрим. По этому... Продолжай, мне нравится. Продолжай, Тереш. Перемножить? Нет, продолжайте справа. Прямо. А больше, чем Б плюс С. Вот запишите сюда. Больше, чем Б плюс С на Б плюс С, то есть Б плюс С в квадрате. Хорошо. Вот так. Так, а теперь смотрим. У нас есть... Если раскрыть скобки, получится странное неравенство. Хорошо. Ноль больше, чем Б квадрата, БС плюс С квадрата. Да. Получается. Ноль. Ноль. Больше. Все поняли? Спасибо. Ребята, по поводу этой задачи, на самом деле, есть комментарий. Дело в том, что это не просто так задача. Спасибо большое. Спасибо. Смотрите. Я вернусь к первоначальным обозначениям А, Б, С. Что значит А, Б, С больше нуля? А, Б плюс Б, С плюс А, С больше нуля? И А плюс Б плюс С больше нуля? А это значит, на самом деле, вот что. Если вы рассмотрите многочлен с корнями А, Б, С, то есть Х минус А на Х минус Б и Х минус С, то ведь как этот многочлен пишется? Это Х кубе минус А плюс Б плюс С, правильно? Умножить на Х квадрат. Плюс А, Б плюс А, С. Так заметь, ориен Виета. И, наконец, минус А, Б, С. Так вот, в каждой скобке по условию у нас стоят положительные числа. Значит, как устроен вот этот многочлен? У него коэффициент при Х куб положительный. Давайте напишем плюс. Коэффициент при Х квадрат отрицательный. Коэффициент при Х положительный. Коэффициент свободный член отрицательный. Смотрите, сколько здесь перемен знака? Раз, два, три. Так вот, оказывается, есть замечательная теорема Декарта о том, как связано количество корней уравнения положительных с количеством перемен знака. И вот эта вот задача, это просто такая иллюстрация теоремы Декарта. Продолжение следует...